Я хочу вам сказать, что в этой книге присутствует 17 прекрасных фотографов, каждый из которых пропустил кинозерий через себя, и каждый из которых кинозерий оставил свой свет. Я сейчас про каждого хотел бы сказать несколько слов, потому что каждый из фотографов это по-своему уникальный человек. И подбирали для книжки мы не случайно, потому что съемки кинозера можно набрать очень много. Но, кстати говоря, это тоже автор, что от альбома Сергея Фима Витонской написал прекрасное, небольшое, но очень емкое выступление, суть которого заключается в том, что кинозерия, это один из действительно ведущих национальных парков, исторически и территориально, исторически, это оказался такой рейдерной территорией. И недаром он сейчас становится территорией ЮНЕСКО. И он сам очень любит кинозерию, сейчас там бывает, и поэтому его слова, которые в книжке присутствуют, это правда, мы им верим. Ну а губернатор Акангельской области Игорь Анатольевич Орлов, он просто влюблен в кинозерию, это видимо. Он тоже написал прекрасные слова о том, что кинозерский парк – это актив области, успехи которого преумножают успехи области. Они действительно позволяют гордиться природой и образом жизни в территории. Ну а Елена Флегантова – это тот человек, из которого книжка не состоялась бы в том виде, в котором она состоялась. То есть она просто придала ей свое звучание для симфонии. В свое время она придала свое звучание для территории. Конечно, поэтому в книжке это отражено. А сейчас я хотел бы представить вам архитектора книжки. Это Екатерина Щенюкова, которая тоже еще не держала в руках эту книжку. Я хочу ее включить. Благодаря Кате, эта книжка, которая сначала была просто набором красивых фотографий, обрела тот вид, который она обрела. А работа на книжке происходила, вы видите, как это – ножницы, бумага и все остальное. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Грейдин, к сожалению, я не могу его пригласить. К сожалению, он умер. Прекрасный фотограф, который снимал на кинозвере в 58-м году, начиная с 58-го года. Благодаря его сроке мы видим вот такие... АПЛОДИСМЕНТЫ